приветствую дорогие зрители с вами снова кошмар из и надо же нам удалось побывать на ярославском шоссе сразу сделаю ориентиры на страссы м8 холма гора движемся в сторону москвы позади у нас население пункт кощей к ванной немножко слегка за поворотом и впереди у нас справа сейчас будет заправка газпром нефть она которой нет сотого бензина как уже было проверено а слева у нас рост нефть это если двигаться из области что у нас здесь происходит нас происходит расширение ярославского шоссе в итоге это будет сделано в три этапа сейчас занимается первым этапом и самый основной это строительство моста через реку скал бы собственно надо в виде таких вот запрут сделано ну и принципе речушка такая небольшая но тем не менее почему невозможно было расширить старый мост он в принципе уже не отвечал никаким нормам это раз-два он был сделан все-таки под две полосы ну максимум по 3 в каждом направлении здесь у нас дорога планируется все-таки ну вообще вот как вы сейчас видите да то есть уже по новому участку двигаются автомобили по пять полос в каждом направлении наверное до кощейкова может бы даже до цкада а цкада до сергия посада в итоге должно быть по 4 полосы в каждом направлении но это так мечты мечты что здесь производится у нас дорога на самом деле здесь раньше располагалась левее видите приходится полностью менять то есть выгребать все основание полотна дорожного дорожной одежды полностью все вот под ноль и строит заново собственно здесь было при движении с правой стороны в итоге будет пять полос в сторону москвы но возможно 4 плюс обочина широкая должна быть потому что все-таки федеральная трасса и слева делают полную естественно замену чтобы также сделать нормальное основание нормально дорожное покрытие не как на дмитровском шоссе приходится постоянно переделывать постоянно постоянно переделать вот видно что свар дороги немножко выглядел по-другому здесь пока такое полукруговое движение организован через два временных моста налево от нас уход на костина по моему деревне но и в принципе можно на красноармейское шоссе выйти направо это нас дорога на бортовщину в сторону заветов ильича и вот в ту сторону но кстати перекресток всегда был запружен кстати где-то у меня есть видео где двигаюсь в одну в противоположную сторону и очень специфически с воздуха выглядел данный участок дороги мы видим что происходит процесс забивания свай которые потом естественно все за монолититься в фундамент и на ужас на основании этого фундамента будут возводить опоры ну и скорее всего дальше будут наверное я так думаю что железобетонная конструкция здесь шаг колонна опору будет не очень большой и но что достаточно будет сделать сборный железобетон возможно может быть и нет при дальнейшем движении сторону москвы также у нас получается здесь было уже организованную сторону области три полосы движения кстати здесь есть у вас будет вопрос а почему в сторону москвы сделан две полосы а из москвы 3 она проще сделать на выезд из мегаполиса на самом деле таким же образом сделано на ярославском шоссе при его реконструкции если вы помните внутри москвы пытались сделать ревизер реверсивную полосу это нифига не заработала и в итоге сделали так что у нас меньше полос в центр что если но есть не хочет от пробки значит должен идти на мкад грубо говоря а из центр наоборот что быстрее быстрее потоки автомобилей устремлялись в область собственно и вытяжной съезд северо-восточной хорды ой простите мсд тоже сделан именно по этой причине здесь видно что сбривают полностью весь слой асфальта я думаю что может быть даже в этом месте придется докопаться до основания полностью поменять на песчаную основу кстати как раз таки вдалеке по моему это и наблюдается и думаю что вполне возможно что полностью придется поменять и ну кстати на количество полос сложно сказать потому что может быть и будет все-таки здесь по 5 в каждую сторону мне все-таки будет кажется что будет 4 потому что там дальше тоже не с переходными полосами и просто будет широкая обочина другой вопрос что очень странно у нового участка дороги по которым сейчас двигается автомобили с правой стороны такие вот характерны как будто каждый 50 метров задела под мачт освещения то есть либо они из центральной части уйдут и будут по бокам идти освещать как на каком-нибудь проспекте либо все-таки останется и центральной части боковая часть очень интересно потому что вот эти вот задела такие вот вряд ли до каких-то для каких-то там шумозащитных экранов слишком такие нередкие мне кажется как раз вот как вот стал бы идут освещение наверное будет освещение и такое и такое хотя сейчас есть такие светильники что принципе можно без этого обойтись но и собственно у дороги которая идет уже напротив торгового центра центра пушкина парк тоже меняется полностью основания и соответственно удается ну не удается приходится все это дело менять именно по этой причине происходит смещение движения то на одну сторону то на другую сторону да да вот видите мы уже наблюдаем что да здесь полностью меняется основание что потом просто по 10 раз не переделывать по срокам по срокам говорят что в течение трех лет буду делать вот это вот замещение я думаю что здесь хватит года на два главное чтобы было финансирование но и до 26 его или простите до 28 года до цкада сделать это расширение но посмотрим мы с вами еще обязательно посмотрим в ближайшем будущем на то что творится ближе к цкаду думаю что там есть на что посмотреть может быть все таки там уже начали работу по заведению развязки полноценный с ярославским шоссе а может быть еще и нет на этом мы с вами обязательно посмотрим такой вот ролик у нас получился относительно коротенький что просто проинформировать очень просили знаю понимаю сам блин в этом направлении ваш к и живу и большое спасибо сергею который предоставил нам данный материал потому что снимал это не я если что так что вот есть хорошие классные качественные подписчики лайк подписка как говорится надеемся на дальнейшее сотрудничество так что огромное спасибо сергею что помог нам всем подписчикам друзьям посмотреть что у нас здесь творится на ярославке до новых встреч с вами был кошмар из и пока-пока